здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в этом видео и в этом видео мы с вами создадим первый товар но для этого нам нужно сначала подготовиться неотъемлемая часть товара это конечно же изображение товара здесь есть один нюанс нам нужно перед тем как загружать изображение в наш магазин эти изображения их нужно подогнать под один размер конечно же если изображение вы где-то уже берете с магазина а как правило если вы скопируете с какого-то магазина изображение как я в этом примере сделал я телефон скопирую просто с магазином там изображение уже были одного размера если конечно же у вас есть просто фотография и вам нужно оптимизировать их на вам нужно обрезать как ты их то конечно же это придется сделать. Если вы совсем не знакомы с фотошопом, то есть это очень удобно будет сделать на фотошопе, я вам сейчас быстренько расскажу, как все это сделать бесплатно. С официального сайта Adobe можно скачать фотошоп. Если вы не знаете, как это сделать, я поясню. Вам нужно посмотреть мой бесплатный урок, как скачать вообще любой продукт Adobe, зарегистрироваться там и использовать любой их продукт 30 дней бесплатно. Вы переходите на мой сайт fedorvasilev.ru, прокручиваете вниз, переходите вот по этому баннеру, кликайте и переходите на мой канал в ютубе. Дальше вы кликайте плейлисты и потом кликайте вот по этому плейлисту, где у меня 100 уроков. Видеокурс лазинг-пэйдж для начинающих. Кликайте сюда и находите здесь самый первый урок, то есть ищите самый первый урок. Он, кстати, вот начинается в самом начале, регистрация в Adobe «Пошаговое руководство». Просто смотрите этот урок, регистрируйтесь и скачивайте себе фотошоп. Дальше я уже включаю фотошоп и показываю вам, как легко, быстро подогнать изображение под свои размеры. Итак, вы открываете фотошоп после того, как вы установили эту программу. Далее вы нажимаете файл, «Создать». Ширину, высоту можете выставить вот так же, все равно будете обрезать данную картинку. Здесь надо выставить пиксели и здесь тоже. И сделать фон вот здесь вот, выбрать прозрачный. И потом «Окей». У вас откроется вот такая вот сетка, такие кубики, это значит, что фон прозрачный. Я просто скачал изображение с какого-то магазина, просто перетаскиваю мышкой его сюда, потом нажимаете «Enter». Это, конечно, в идеале. Но вообще желательно, чтобы, скажем, картинки были примерно вот такие вот одного размера. То есть, смотрите, у него характерные особенности у данной картинки. Ширина небольшая, но она достаточно высокая, данная картинка. Ну, прежде чем вы определитесь, какой вам размер нужен, конечно же, нам нужно сначала создать товар. То есть, в товар загрузить данное изображение, посмотреть, как оно смотрится. И вообще нужно определиться, сколько вы хотите колонок использовать на данном шаблоне. Это все мы с вами пройдем. Сейчас я вам просто показываю, как подогнать изображение. Нажимаем горячие клавиши Ctrl-L-T, зажатым Shift-ом, зацепляем мышкой за крайний какой-нибудь вот этот маркер и тянем изображение. Shift зажимаем для того, чтобы сохранить пропорции. Вот я изображение уменьшил, потом мы нажимаем «Enter». Можете изображение вот так подогнать к краю холста. Например, вы определились с размерами. Чтобы посмотреть, какой у вас размер, сначала нам нужно обрезать лишние области. Вы выбираете инструмент «Рамка». Кликайте по нему. И вот здесь вот вокруг нашего холста появились такие вот еле заметные маркера. Наводите мышку туда, появляется двойная стрелка. И вы можете зажать мышь и тянуть до вашей картинки. То есть, вот так дотянуть. Это мы обрезаем лишние области. И снизу вот так вот подтянуть. И нажимаем «Enter». Теперь изображение у нас обрезано. Как нам посмотреть теперь размер? А очень просто. Наводим мышь на верхнюю панель изображения. И здесь есть размер холста и размер изображения. Кликаем сюда и видим. Здесь сначала мы выбираем пиксели. Ширина 198 пикселей. Высота 400. И потом вы просто можете вот это как шаблон сохранить. Чтобы под это изображение, например, подгонять другие ваши изображения. То есть, смотрите, как сохранить как шаблон. Вы можете сохранить это в PSD формате. Выбираем файл. Сохранить как. Здесь у вас должно уже стоять вот здесь вот PSD. Здесь название можете поменять. Сохранить на компьютере. Потом здесь все будет у вас сохраняться. Следующее. Вы просто мышкой перетягиваете сюда. Прямо на это изображение. Другое изображение, которое нужно оптимизировать. Также его подгоняете сюда. Уже знаете, как это делать. И сохраняете. Но для магазина мы сохраняем так. Файл. Изображение, если небольшое, то можно сохранить без сжатия. То есть, также нажимаем «Сохранить как». Если у вас JPEG или PNG, вот здесь нужно в выпадающем списке выбрать. Вот JPEG. Это если JPEG. Если PNG. То есть, с прозрачным фоном. То это вот здесь. PNG. И потом «Сохранить». Если вы хотите изображение, чтобы были оптимизированы для веб. Вы можете выбрать файл. Навести мышь на «Экспортировать». И еще в выпадающем списке выбрать «Сохранить для веб». Тогда изображение будет чуть меньшего качества. То есть, будет похуже качества. Но оно будет меньше весить. Это вообще важно. Скорость загрузки вашего сайта зависит как раз в большей части от изображений. Если они будут тяжелые, не оптимизированные. Но так как здесь изображение у нас оно небольшое. Это не какой-то бэкграунд. Это маленькая картинка для главного изображения продукта. Поэтому мы можем сохранять его через «Сохранить как» без сжатия. Кстати, здесь тоже можно выбрать качество. Когда мы нажимаем «Сохранить как», выбираем «JPEG». Нажимаем «Сохранить». Вот в этом окне вы можете выбрать качество. Тянуть вот за это ползунок. Максимальная качество 12. Вот так вот вы уменьшаете качество. Или можете выбрать просто вот здесь. Высокая качество, средняя, низкая. То есть, здесь минимальное качество, но картинка будет весить. Намного меньше. Конечно, низкое качество выбирать не стоит. Я выбрал бы, например, высокое качество. Это нормальный такой вариант. Потом нажимаете «Ок» и все. Изображение будет сохранено на ваш компьютер. Прежде чем определиться, сколько хотите вы колонок использовать на своем сайте, для начала вы должны просто научиться пока создавать. Поэтому вы вместе со мной пока будете делать вот так вот, в 4 колонки. И давайте создадим первый товар. Первая категория у меня идет смартфоны Apple. Перейдем внутрь категории. И в нашей категории здесь идут только смартфоны от компании Apple. Если мы перейдем внутрь товара, то мы можем видеть вот такую картину. И давайте я просто отсюда буду копировать название продукта. и продублирую это в нашем с вами магазине, который мы с вами только что начали создавать. Перехожу в админку нашего магазина. Вы также заходите в свою админку. Переходим к компоненту GmailCASA продукты. Я авторизуюсь. У нас нет ни одного продукта. Мы нажимаем на кнопку «Создать». Первое здесь похоже, как категорию. Мы с вами создавали название. Я пишу свое название. Вы можете либо за мной повторять с какого-нибудь сайта. Списывай, да, для теста. Либо уже пишите что-то свое. Дальше. Стоимость продукта. Я указываю пока свою стоимость. Какие-то нюансы, детали по настройке продукта. Мы с вами это все затронем. Сейчас нам надо просто создать базу из нескольких продуктов, от чего мы будем отталкиваться и производить необходимые настройки. Смотрите, тайтл продукта. Это уже для поисковых систем. Конечно же, это поле оставлять пустым нельзя. Чтобы ваши магазины, ваши товары лучше индексировались в поисковых системах, то здесь обязательно нужно прописать тайтл продукта. Кстати, напоминаю еще раз, что у нас магазин весь на русском, так что вы всегда можете навести мышку туда, где вам непонятно, что это за поле или функция какая-то. Можете навести мышь и почитать в описании в всплывающем окне, что это такое. Поэтому мы здесь можем просто вставить тайтл. Вот такой. То есть я просто беру название телефона и вставляю здесь. Смотрите, описание продукта. Если я навожу на телефон, вот видите, вот в таком симпатичном всплывающем окне будет всплывать описание. Если вы хотите, чтобы у вас так же всплывало описание над каждым товаром, то это описание мы будем прописывать вот в этой области. При копировании описания с какого-то сайта будьте аккуратны. Вы можете зацепить левые стили от другого сайта. И у вас может дизайн поплыть. Моя рекомендация. В Windows открываете обычный блокнот. Итак, сначала вставляете сюда скопированный вами текст. Если, конечно же, вы не сами от руки его пишете, а копируете с сайта. Дело в том, что блокнот он не поддерживает стили, поэтому он их как бы очищает. И вы вставляете текст без каких-то либо стилей. То есть я имею в виду CSS стили. Дальше. Ctrl-A. Копировать. Ставите курсор в этой области нашего редактора и Ctrl-V вставляете текст. Дальше. Заголовок здесь можно сделать жирным. Я здесь подробно тоже не останавливаюсь по редактированию текста. Мы с вами условились, что вы уже знаете Азы Джумла. И я вам предлагал скачать мой бесплатный курс. Вы должны были его посмотреть. Дальше. Смотрите. Состояние опубликовано. Категория. Ну, смартфоны. Apple понятно. Здесь оставляем. Здесь у нас, в принципе, все. Дальше у нас идут вкладки. Мы переходим к детали. Код продукта. Здесь, если у вас действительно есть какой-то уникальный код вашего продукта, вы его прописываете здесь. Данный код будет отображаться, смотрите, внутри продукта, вот в этой области. Вот видите код. Вот здесь он будет отображаться. Если вы ничего не пропишите, то, в принципе, ничего отображаться не будет. Это поле можно оставить пустым. Производители. Мы еще к этому дойдем. Пока пропускаем. Файлы продукта тоже пропускаем. Подробно обо всем об этом поговорим. Продукт можем создать пока без всего этого. Форму заказа также пока оставляем. Сейчас мы тренируемся просто создавать продукты. Изображение. Вот здесь вот как раз будет обложка. То есть основное наше изображение. Мы кликаем на кнопку выбрать. Открывается наш медиазагрузчик. Из компьютера выбираем наше изображение. Кликнув по файлу выбрать файлы. Так, я выбираю какое-то произвольное изображение. Сейчас я не смотрю, совпадает ли заголовок с маркой телефона. Сейчас это не важно. Нажимаю открыть. И нажимаю загрузить. Кстати, здесь можно выбрать папку. Здесь можно нажать, например, вверх. И попадаем мы в корневую папку. Давайте, в принципе, сюда и загружать. И нажимаем потом на голубую кнопку загрузить. Напоминаю вам, что в заголовке картинки не должно быть русских букв. Иначе Joomla не пропустит к загрузке данное изображение. Видно, что у нас изображение вот здесь написано загрузилось. Оно у нас отображается здесь. Кликаем по нему. И нажимаем вставить. Так, изображение у нас вставилось. Описание платежа. Также здесь при наведении можно посмотреть пример. Мы можем написать просто название телефона. Связанные продукты еще коснемся этого. Оставляем пустым. В правую колонку смотрим. Наличие. То есть, есть ли товар в наличии. Важная функция для магазина. Вы указываете, есть ли товар в наличии или нет. То есть, товар будет опубликован. Если его нет в наличии, ставим нет. И там будет подписано, что нет в наличии телефона. Оставим, есть в наличии. Акция. Скидка. Пока не трогаем. Об этом еще поговорим. Лимит количества продуктов. То есть, смотрите. Если у вас не ограничено количество данного товара, оставляем единицу. Если у вас ограничено число продуктов, ставите сколько у вас продуктов есть. Здесь все понятно. Дальше. Параметры публикации. Здесь мы ни на что не обращаем внимания. Здесь только можно выбрать автора. Это если у вас, например, несколько человек опубликовывают товары в разной категории. И важно указать, какой автор данного товара. Для этого нужно кликнуть на эту иконку с человечком. И здесь вот супер юзер. Админ вы. Можем кликнуть, выбрать супер юзер. Здесь стандартные настройки, похожие как при создании материала. Поэтому я здесь подробно не останавливаюсь. Вот эти параметры. MetaTag Description и Keywords. MetaTag Robots. Справа. Здесь мы заполняем только Description. Описание нашего товара. То есть, это для поисковых систем ни в коем случае пустым не оставляем. Также, чтобы хорошо товар индексировался, для поисковых систем мы должны прописать здесь текст. То есть, мы здесь пишем просто описание данного телефона. Дальше идем изображение. То есть, здесь мы загружаем изображение, которое будет отображаться вот здесь в галерее. Вы часто, наверное, видели в магазинах, что в каждом товаре имеется не одно изображение, а имеется еще галерея. Например, обратная сторона телефона или боковая сторона телефона. Ну или что угодно. Давайте загрузим сюда изображение. Как это делается? Вы кликайте просто по синей полоске или вот по этой кнопке справа, добавите изображение. Всплывающая вот такая форма выезжает. Имя изображения писать не обязательно, в принципе. Но это alt изображение. То есть, это тег alt. Это тег также для поисковых систем. То есть, это описание его видно не будет людям. Его будут видеть только поисковые системы. Это так называемое оптимизированное изображение под поисковые системы. То есть, оно будет хорошо тоже индексироваться. По крайней мере, должно. Поэтому для каждого изображения можете также здесь прописывать заголовок. Заголовок может быть такой же. Просто взять заголовок данного телефона и прописать его здесь. Доступ опубликован. Или для зарегистрированных. То есть, если вы хотите, чтобы эти картинки видели только зарегистрированные пользователи вашего сайта, то выбирайте Registrated. Лучше оставить паблик. Состояние опубликовано. И вот как раз изображение для галереи. Также нажимаем выбрать. И давайте с компьютера выберем изображение. Я просто вот выберу темную сторону телефона. Зажатым контролом выделю второе изображение. То есть, мы можем сразу два или больше загрузить изображение к нам на наш сайт Joomla. Нажимаю открыть. Вот тут вот видно число файлов 2. И также мы загружаем их к себе на сайт. Я кликаю по обратной стороне данной картинки и нажимаю вставить. Все, в принципе, мы с одним изображением закончили. Нажимаем сохранить и закрыть. Вот так вот здесь заполняется изображение галереи. То есть, каждое изображение нужно в отдельности заливать. Здесь у нас будет список из изображений. Здесь видно маленькая картиночка и название этого изображения. Справа у нас появляется такая иконка лупа. Это просмотр, да? Галочка это видно снять с публикации. Если кликаем, изображение будет не опубликовано. Если кликаем еще раз на галочку, оно публикуется. Паблик это уровень доступа. Вот эта вот иконочка это изменить. То есть, если вы хотите внести какие-то изменения. И крестик это совсем, если вы хотите удалить изображение из галереи. Ну и стрелочки здесь вверх-вниз. Это если вы хотите установить порядок между загруженными изображениями в галереи. Давайте загрузим еще одно изображение. Кликаем добавить изображение. Выбрать. И мы с вами загружали еще боковую сторону телефона. Я ее выбираю. И вставить. Нажимаю сохранить. Теперь у нас тут два изображения. Следующие вкладки атрибуты. А также рассмотрим, пока не трогаем. Вкладки также оставляем. Все еще это рассмотрим. Варианты продукта. Основные параметры. Об основных параметрах обязательно поговорим. Только чуть позже. В принципе у нас товар один готов уже. Мы нажимаем с вами сохранить. Так. Давайте пока на этом уроке сделаем паузу. И в следующем уроке продолжим. В этом уроке будет домашнее задание. Вот так вот аналогично создайте еще несколько товаров. То есть вот по этому уроку, так как я заполнял, создайте еще несколько товаров. Закрепите эту информацию. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok